Как заменить топливный фильтр, ревентилируемый в Ford Fiesta 1.4 TDSI. Здравствуйте! Сегодня я покажу вам, как заменить брод 1.4 T.D.S точкой дизельных фильтров и прокачать топливную систему. Какие инструменты нам нужны, я покажу тебе сейчас. Нам нужны перчатки безопасности против сокращений и я покажу стандартный набор бит с малой трещоткой, что нам нужно для жерла вы еще в этом видео. Теперь мы начинаем работу. Во-первых, мы удалим отрицательную клемму аккумулятора стартера. Внимание! Ресервуэр уровней и радиокод будут удалены. Теперь мы удалим сигнальный кабель от расхода мера воздуха. А теперь мы удаляем два винта с турбокомпрессором шланга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Затем перетащите нижний воздушный шланг и разместите его на своей стороне. Теперь мы тянем шланг подачи воздуха от турбокомпрессора. Внимание! На трубе сидит прокладку. Пожалуйста, не повредить. Затем удалите два винта из коробки воздушного фильтра. А теперь мы удалим кабель датчика на коробке воздушного фильтра. Теперь снимите корпус вентиля и снять корпус воздушного фильтра. Теперь нам нужно отключить кабель от центральной электроники. Теперь мы открываем топливную систему. Внимание! Пожалуйста, не курить и не афинин с огня. Опасность пожара. Затем удалить защитный лист из топливного фильтра. Далее, мы удалить подвод топлива и выходную трубку. И теперь мы открываем два винта из топливного фильтра. Продолжение следует... Теперь поднимите фильтр и снимите кабель датчика вниз к фильтру. Теперь мы устанавливаем новый топливный фильтр и закрепите его надежно с помощью двух винтов. Пожалуйста, обратите внимание, здесь правильный крутящий момент производителя. Продолжение следует... Затем мы воссоедините датчик от топливного фильтра. Затем мы снова закрыть центральную электронику. Теперь мы начинаем вентилирование дизельных систем. Для этого нужно свежее дизельного топлива из канистры и шприц с иглой. Игла должна иметь в качестве самого большого диаметра. Теперь я бифулию обе камеры с дизельным топливом до тех пор, пока топливный фильтр заполнен. Для того, чтобы работать как можно более чистым, я положил полотенце под фильтром дизельного топлива. Теперь я снова закрыть снова как топливные шланги к топливному фильтру. Как мы видим, в топливных трубах большого количества воздуха нам нужно удалить отверстие. Мы собираем топливопровод от топливного бака, ведущего к дизельному фильтру в руке, и поставить линию в заполненной свежих топливных канистрах. И действительно так глубоко, так что линия может всасывать топливо. Ford 1.4 TDSI Duratorg двигатель имеет в стандартной комплектации вакуумный насос, который мы теперь должны нажать по крайней мере в 10 раз. Как мы можем видеть, что пузырьки воздуха становятся все меньше и меньше в процессе удаления воздуха. Это нормально, если вы все еще можете увидеть маленькие пузырьки, потому что полное удаление воздуха выполняется позже. Теперь вытащить шланг из шланга. Вытащить шланг из канистры, а затем закройте его снова шланг от топливного бака. А теперь мы переоборудовать защитную пластину из топливного фильтра. Продолжение следует... Теперь мы помещаем средний воздушный шланг обратно вниз и подсоединить его к передней трубе. Затем мы воссоединиться датчик массового расхода воздуха снова. Теперь мы снова собирать коробку воздушного фильтра и закрепить его снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А теперь мы винт турбокомпрессор твердый шланг. Пожалуйста, обратите внимание на правильный крутящий момент производителя. Теперь мы воссоединиться кабель датчика от коробки воздуха. Затем соедините корпус воздушного фильтра отверстия снова. Теперь мы воссоединиться батарею стартера. Э.Семкин Корректор А.Егорова И, наконец, мы начинаем с полным вентилирования. Для этого нам понадобится вакуумный насос и удерживайте ее до линии полностью свободной от пузырьков воздуха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы закончили с ремонтом, и может, наконец, запустить двигатель. Я надеюсь, что я помог вам, и я желаю вам много удовольствия на работе. Отказ от ответственности. Я не даю никаких гарантий и не несет ответственности за правильность и полноту работ, показанных. Пожалуйста, обратитесь к профессиональному механику с лицензией, прежде чем они пытаются восстановить себя. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы получить никаких повреждений, юридические инструкции по технике безопасности. Большое спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова